Такого дождя я не помню ни до, ни после этого. Ближайшие горы и лес скрылись за стеной воды. Мы снова забились в палатки. Вдруг раздались крики. Опасность появилась с той стороны, откуда мы ее вовсе не ожидали. По ущелью, при устье которого мы расположились, шла вода. На наше счастье, одна сторона распадка была глубже. Вода устремилась туда и очень скоро промыла глубокую рытвину. Мы с Джанбао защищали огонь от дождя, а Дерсу и Стрелки боролись с водой. Никто не думал о том, чтобы обсушиться. Хорошо, если удавалось согреться. Порой сквозь туман было видно темное небо, покрытое тучами. Они шли совсем не в ту сторону, куда дул ветер, а к юго-западу. Худо, говорил Дерсу, скоро кончай нету. По его словам, такой же тайфун был в 1895 году. Наводнение застало его на реке Даубихе, около урочища Анучина. Тогда на маленькой лодочке он спас заведующего почтово-телеграфной конторой. Двух солдаток с детьми и четырех китайцев. Два дня и две ночи он разъезжал на оморочки и снимал людей с крыш домов, из деревьев. Сделав это доброе дело, Дерсу ушел из Анучина, не дожидаясь полного спада воды. Его потом хотели наградить, но никак не могли разыскать в тайге.